едем в соседнее село здорово всем заказывал двери банное окно мужика сегодня позвонил приезжай забирай заказ готов все едем 30 километров от нас забираем дверь блин вообще пришлось сиденье задвину почти до конца вперед вроде блин 140 длина еле запихал вот тебе и него chevrolet надо прицеп покупать вот такая вот дверь блин еле затащили с дедом 60 килограмм капец настоящие дверь окно тоже нормально здесь пингалетик такой вот такое двойное стекло такая березовые ручки 2 дал дядька ну-ка давайте попробуем открою вот здесь вот на таких вот короче чтобы если доска рассохнется чтоб тепло не проходило и здесь с торца шпильки подтягивать если что дверь усыхается подтянуть такая убылилась до 5 сейчас придется начнем выпиливать окно вот так вот разметил запасом небольшим здесь сверху оставим проемчик на усадочка или вниз немножко отпустим вот так разметил начинаем пилить есть покрыл уже биотексом такой нормальный цвет орегон почти в цвет сосны такой более-менее естественный еще пилим вот так вот получилось окно выпилил здесь выпилил проемы подойти ну плавающая косячка или как-то на ройке называется вот тоже буду ставить на них обсобных коробок никаких делать не буду окно и так из 50 сделано никуда на фиг не ленится тут конечно не так как двери протирать неудобно пришлось немного стамеской помахать ну вот это так типа образец что-то типа такого будет ну намок посадиться конечно все классно вот так вот примерно получилось здесь оставим зазор на усадочку сантиметров 5 примерно сюда закрепим внизу закрепим здесь закрепим вот так вот гулять все намок посадили потом уже когда поставим окно наличники берем уже здесь до конопатчивать тут до конопатим сюда забьем когда наличники будут стоять с другой стороны тоже самое примерно так поставили по уровню выставили вот в этом отношении по старым меткам здесь отметили так теперь где мы будем сверлить дырки под саморезом вот тут видно середина где-то вот в этом районе не промахнуться так так скрепить были вот на такие на желтый саморезом уже проверенные просверлил сначала этим сверлом вот таким чтобы спрятать саму шляпку самореза чтобы не видно было так здесь две дырки здесь две дырки легко и просто внизу три ну как бы внизу были хорошенько держаться вот тебе и плавающая косячка ну доску на наличники будем использовать вот такую вот с обзором от забора осталось корень здесь кору уберем и будет такое что-то типа под старину стиле ретро баня у нас здесь вот так вот подписан чтобы сразу здесь не возиться с этими с откосами сразу так сделаем наличник и все ну вот такой вот наличник под старину типа выбрал немножко это нахлёст будет готово окошко вот так вот здесь вот блин бревной десал слишком переборщил ну покрасить по цвету такой же наличник уже потемнее другим цветом я думаю получилось прикольно как баники еще поставлю из необрезной доски нахлёст буду делать здесь пока снял наличники под покраску сейчас покрасим блин погода вообще капец август месяц двадцать седьмое число такой жары никто не помнит еще говорит последний раз такое было семьдесят втором году короче месяц ждем дождей картошка вся посохла даже сорняки все высохли ждем дождей дождей так и не было вчера прошел какой-то ураган на машины подъем что и дорог нам наш комикрай все здесь посадил на мох все плотничком там пока еще обналичника нету потом воткнил наличник там заделаем тоже мхом так здесь тоже все плотничком посадил здесь тоже прошелся сейчас напилил 4 брусочка вот таких вот на 3 на 3 он будет 5 на 5 3 на 3 мы будем делать подкосов таких ничего думать не буду тут мы как делают на углы обычно дача наши сделают просто и красиво без всякой пены без всякой шпакли или как она там называется чё там пихает все экологически чисто мог дерево гвозди здесь тоже мог подложил сверлим по саморезу здесь еще наличники будут здесь то же самое сейчас также поставим также мог также наличник откосы закрутил саморезы не прятал потому что все равно здесь будут наличники вот этот немножко поглубже посадил это так и было задумано это не то что неровно потому что здесь у нас по плоскости потом не идет ну либо придется в наличники выбирать четверть либо вот здесь я сделал чуть-чуть посадил ее чтобы плоскости здесь закрылась сотка не идет сюда 25 придется 150 она нормально ну прилегает немножко подчисать все здесь подкисал вот так уж чтобы по плоскости что положились наличники так сейчас еще сюда под конопатим немного сверху забил а потом с той стороны он покрасил такой цвет хребина ладно потом поставим и нам вот так вот вышло здесь в таком старо русском стиле с обзорчиком здесь на гвоздях все как положено покрыл краской акриловой короче проверенное временем белая краска том году покрывал вот здесь наличник это наружные работают здесь дочь как бы снег и нифига она не потемнела она еще как бы такая прозрачная немножко деревом отдает не значит покажу будет видно нет такая короче нормальная краска вроде как дерево вроде как прозрачно в то же время она белая и не темнеет с этой стороны вот так законопатил мохом сейчас стекляем наличники с окном все старорусский стиль такой тоже я думаю прикольно получилось цвет рябина биотекс так теперь полы разобрала палку от тумб но я думаю нормально получилось занес бревна тоже толщина бревна нормальная диаметр как и рассчитывал пол чтобы был по фундаменту плюс 5 сантиметров как раз будет самое то может быть чуть чуть ниже нормально сейчас потесаем здесь чуть-чуть здесь чуть-чуть и тумбы по фундаменту по уровню заливались так что там плюс-минус бревна почти одинаковые так с дверью пока погодим что тут не таскаться полы сделаем потом будем дверь вставлять ну и все теоретически уже можно мыться а блин бак еще варить надо ладно здесь приедет сварит заварит тумбы мы заливали по уровню значит бревно на среднем будет где-то 15 со всех сторон сделаем по 15 все вверх трогать не будем потесал чуть-чуть все уровень есть можно ложить полы мы еще надо покрыть битумом да не обязательно тут слишком уровень большой так лишь бы на всех трех лежала нету середине уровень есть влаги половые покрыл битумом ну по низу так чтобы поменьше влагу с земли впитывало ну и тумбы тоже промазал заодно так доски короче пока нету ждем заказали доску 4 метровой нету 6 метров 6 метровая только под заказ 50 к на 150 ладно пока доски нету дверь тоже пока подождет нас сначала полы потом дверь займемся мы наверное на портал вокруг портала будем делать эту наличку или облицовку как она погнали здесь подогнал две доски вот с учетом усадочки вплотную кирпичу сейчас сюда поставим так на троца тоже 150 ну вот так примерно так здесь чтобы особо в глаза не бросался сейчас какой-нибудь так узорчик выпилим сюда тут тоже самое берем этот угол чтобы не это волна не мозолил тут можно какой-нибудь узорчик выпилить так а тут у нас остается зазор такой его мы закроем эти по полочке сделаем так вот из какой-нибудь 25 слишком толстая сюда зачем будет у нас такая декоративная полочка еще какие-нибудь там то выпиливаем типу узоров заготовочки готова теперь вот так их отжигаем паяльной лампой так посильнее потом щеткой все это зачистим щеткой прошелся вот это вот я на вот металла вот что получилось сейчас еще проведусь наждачки немного потом покроем маслом вот таким вот для полков написано но я думаю пойдет но вот так с маслом вышло подсохнет еще впитается всяко лучше чем морилкой такой естественный цвет неплохо получилось вот это все вот масло осталось где-то вот меньше половины еще завтра с мужиками на рыбалку едем пускай впитывается пару-тройку дней так на рыбалка состоялась отдохнули классно рыбки поймали судака сига ваньки жори привет установил вот эту окантовку или наличники получилось так не знаю ожидал большего эффекта пойдет тоже такой стиле старины закрыл вот этот вот проем между порталами бревном независимо от сруба внизу в двух местах закрепился дебель гвоздями здесь пришлось на анкера дебель гвозди провалились в кирпич но это все дело я думаю спрячется здесь или плиткой закрою или цементом сверху но получилось вот так все эти проемы спрятал по этой стороне бревна по этой стороне от бревна держится здесь мертво тут подкрепился на саморезы здесь уголочек маленький здесь уголочек в этом месте здесь у нас будет от двери наличник и здесь мы уже закрепим к наличнику просто чтоб с рукам расширяться будет гулять чтобы не касался вам этого портала этой рамки портала внутри саму баню немножко шлифанула то что-то она уж слишком потемнело углы тоже чернотой как будто взялись потому что мог висел это борода вот видать влага была потемнела вот решила немножко обработать ее шкуркой крупные сучки где были торчали где-то топором потесал где-то вот таким вот ежом убрал ну и потом шкуркой такой сороковочкой начал слишком сильно уже там чтобы до белого бревна что-то мне шлифмашину жалко уже не буду долбить а так пойдет потом покроем там или маслом каким-нибудь или как его воском шлифовка все со шлифовкой хорош примерно вот так получилось классно вообще я думаю если маслом покрыть эти вот все сучки еще был красивее выделяться я думаю неплохо работа не сказать что не пыльная работа вообще или капец респиратор обязательно болгарку вот так вот спрятал типа марля вот так получилось под маслом еще лучше будет неплохо так все доска приехала вчера разгружали шестиметровая вот она то есть опять блин начинаем делать полы тут надо протереть все от пыли полы потом нужно уже будем маслом покрывать ну и дверь самое интересное все начал доску ложить особо то что тут рассказывать пили доложи 6 метров как раз пришлось очень даже кстати здесь 350 здесь 220 как раз 570 выходит там 30 сантиметров остатку все прошелся рубаночком здесь тоже углы убрал на всякий случай чтобы мало ли доска сыграет ну вот так вот палец или там ногу не прижал в бане бывало мне такое что здесь как-то положил углы не убрал эти доски как правило не забиваются они ну когда проветривать надо чтобы снять их можно было в любое время доска сыграла вот так вот чик прищемел ногу выбираем углы пилим приколачиваем на гвозди что тут рассказывает гвозди сотка все погнали дальше все застелил полами получилось нормально в уголе даже ходить неохота снял босиком так ну здесь будет у нас полок там сделал побольше оставил между досками щели чтобы доска продувалась пока еще не приколотил здесь доски 3 наверное оставлю не будут приколачивать чтобы поднять в любое время ну и как бы просушить так здесь сверху буду вот сюда наверно плитку у меня там ванну уложил оставалось штук десять наверно сюда постели плитку закрою в этом месте доску по ширине вернее по толщине выбрал немного если здесь закрыть вверх чтобы туда дышала под низ пол вот так вот потоньше сделал здесь туда дышала где-то до сюда и от печки у нас туда будет заходить тепло здесь как и было все по планам все нормально на уровне с фундаментом печки все классно вот я думаю получилось неплохо блин чуть не заколотил про бочку даже был пронимают все под песком там сейчас выпилил по быстренькому или заколачиваем вся слив готов блин этот круг туда провалился еле вытащил пришлось за крючком лежать все классно забиваем с полами закончил все классно небольшие щели есть доска еще усохнется будет немножко побольше лишь думала не провалилась достанешь так средние три доски забивать не стал чтобы вскрыть можно было в любое время продукт здесь на пару гвоздей прихватил в этом ряду по гвоздей здесь в этом ряду поглазил и оторвал на ребро поставил просушил да я думаю особо то там нечего мокнуть здесь продух у нас считает там будет спички тепло да и щели такие нормальные раз там полгода вскрытия проветрить переходим к двери больно помощники мои уехали на учебу придется одному час как-то здесь тоже приболел как-нибудь переходим к установке дверей прибил сюда рейку поставил и по уровню сейчас прочеркнем линию на всякий случай мало ли там рейка сдвинется на один гвоздь пристрелял я ночью спилим вымерял расстояние отсюда до сюда будет 140 здесь еще немножко на усадочку возьмем сантиметр 4 снимем с этого бревна здесь подровняем это бревно у бревна возьмем погнали но проем под дверь готов подтесать пришлось нижнее бревно верхняя чуть-чуть 145 есть дверь 140 припуск на усадку где-то 5 4 сантиметра все с этой стороны ройки готовы я их давненько уже выпиливал тут еще добить с этой стороны теперь выпиливаем под ройку мы пробуем вставляем фу блин при помощи пилы и топора как-то так получилось в этом месте также как и на окне будем делать выпиливать ройки и сажать на мох вот тут предварительно разметил точность необязательная главное там плюс-минус ближе к середине и выпиливаем 5 на 5 брусочек поставил провел маркером все поехали выпилил руку набил уже быстро получилось 15 здесь тоже добил уже до конца все примерим дверь потом будем подготавливать бруски подлиннее вставляем закручиваем наконец засунул дверь все нормально плотничком тут зазорчик небольшой здесь небольшой это все законопатится на с этой стороны не знаю мохом не мохом что-то мусор мохом как-то близко к печке хрен его знает какой-нибудь негорючий ватый законопатит вот здесь намох сверху зазорчик под усадочку все классно 45 сантиметров уровень есть немножко там плюс-минус фигня это все я не устаю восхищаться это дверью больным натуре 2 такая живая русская настоящий здесь все как положено на шкантах увы здесь все как соединение как в старые добрые времена тут все классно здесь шканты 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 минимум саморезов здесь тоже все классно чтоб тепло не выходило если рассыхаться будет маска тут подтянуть можно если что снизу такая же фигня посадил на мог потом под конопатин здесь тоже самое все плотно все классно зазорчик оставляем под усадочку так здесь поселил немного там остались такие пропилы когда выбирал не сбрежная чтобы не пропилу закрылись поле не равномерно чтобы стояла чтобы выставил по уровню по вертикали по горизонтали крепить будем вот на такие вот шурупы 8 на 120 дверь серьезно шурупы я думаю тоже должны быть серьезные так сейчас сверлим вот таким вот сверлом шестым чтобы не лопала рама это и загоняем шурупы зафиксировал все нормально вот здесь два мертвых здесь раз два три четыре штуки серьезный крепеж должен быть серьезно вот болтает держится мертвых но я думаю мог если между ройками по усохнуть немного может болтаться будет хотя здесь законопатим наличники суда лягут с той стороны прижмется пусть он даже если высохнет никуда она не денется и внизу на три шурупа захерачил все классно дверь работает даже сама закрывается так получилось продолжаем наличники конопатка ну конопатка почти все здесь сильно не забивал так уложил блин да хрена туда мох это влезло ну там баня будет садиться чтобы ничего и не мешало здесь очень плотно конопатим с этой стороны тоже немножко только печки не знаю мох наверно не выложить какой-нибудь не горючий утеплитель вату или еще чего-нибудь так с той стороны ну все то же самое что и здесь я думаю получилось неплохо вот общий вид но еще отличается дверь как бы не высохла масло сильно но по-моему получилось вообще супер ну тут тоже что и здесь все то же самое лампа щетка масло паяльной имею ввиду здесь заделал там законопатим теперь здесь все так что хотел сказать еще по поводу конопатки лучше брать если есть выбор у кого вот такой вот мог вот этот волосня что было он высыхает как бы ну и остается то же самое как бы особо он не рассыхаться не сыплется свойства все те же самые у него остаются там антисептики все туда и т.п. вот вот такой вот мог белый если есть возможность лучше не брать вот он потому что когда он высыхает он становится как порох просто рассыпается сыпется и я думаю горючий опасен вот поэтому я старался такой вот белый не брать тут еще попало то попало вот такой вот получше такую волосню зеленый он и как забил так он и остается он не ссыхается сильно так ну чё дальше сейчас забиваем наличники и начинаем обрабатывать баню все с этой стороны наличник тоже готов покрыл краской его то же самое что и окно акриловой вот так вот так переходим к внутренней обработке стен парной смотрел я всякие разные воски воски что-то как-то дороговато зашел сыктывкаре в магазин посмотрел что предлагают какие масла вообще масла 2 и 7 литра банка будет стоить 1400 гляну на озоне на зоне нашел вот такое масло это 5 литровая канистра обошлась мне 1600 вот такая вот фирмы с мой этикетки не видно озоновцы заклеили своим штрих-кодом так что если кто хочет бюджетно покрыть свою парную вот такая вот фирмы советую я думаю будет всяко выгоднее чем за 1400 2 и 7 литра покупать вот она пятерка там у них есть и трешки и пятерки и десятки канистры разные ну чё будем пробовать теперь хочу показать в общих чертах что получилось ну вот так вот вышло на улице окошко у меня потом что вышло здесь у нас вот так вот получилось печка все наличники посадил на мох без всякой пены все экологически чисто так что вышло здесь начал покрывать льняным маслом ну вот специально для отличия половину покрыл половину хочу показать что получилось я думаю неплохо так дальше ну вот окошко здесь как получилось дверь и наличник тут покрыл тоже половину половину не покрыл но это масло для того чтобы бревно не темнело углы побольше как бы внимание обратил побольше слоем покрыл нижнее бревно тоже желательно двойным слоем чтобы вода там проходил не это самое не впитывая сняла короче для красоты и для того чтобы бревно не темнело от всякого грибка я думаю получилось неплохо блин темнеет с этой лампой вот так вот печь дверь наличники окошко покрываем маслом наверное буду заканчивать свое видео опять слишком длинное получилось хотел все быстрее короче так в следующем видео мы будем устанавливать бак вот в это место печи сбоку пойдем посмотрим где у нас бак разворачивать не буду вот теплообменник у нас планах было засунуть старую баню сюда ну так как начали ставить новую переделать будем на новую вот в бак хочу немножко укоротить поуже сделать сантиметров 20 убрать сюда 16 ведер влазит на хотя бы 10 чтобы влезала 100 литров я думаю хватит горячей воды ну и заварить его сверху короче поменьше сделать барб в планах опять же предбанник как мы будем настырить сюда с учетом усадки сруба то все надо будет рассчитывать все надо будет выверять колотить предбанник тоже у меня там задумка такая сделать его с необрезной доски ну вот как-то так все конец всем пока до следующего видео